спасибо большое так как мне уже представил антон меня зовут саша я работаю вместе с ним левше спасибо ему что позвал спасибо вам что пришли не совсем его анонс будет верным в том плане что не то чтобы я хочу противопоставить профессиональную локализацию фанатскую профессиональная локализация в том виде в каком мы ее знаем и вообще вот в каком сегодня сегодняшнем суждение шло она составит только половину рассказа но локализация фанатская это вторая половина и конечные цели у них одинаковые дать аудитории возможность играть на родном языке но к этой цели идут два раза пути и каждый из них по-своему тернист и поэтому я бы не хотел противопоставлять я хочу скорее хочу сказать что именно из-за вот этих самых разных трудностей и термий сложилась такая вот непростая ситуация с которой я начну потом уже раскрывать и так в глазах переводчиков фанатов и вообще в глазах многих фанатских сообществ профессиональные локализаторы порой выглядят теми кто делает свою работу ну немного тяп-ляп их объявляют достойными наследниками машинного перевода пиратской эпохи называют над мозгами ну или просто обвиняют неуважение к игрокам самим играм к вселенным особенно если речь идет о каких-нибудь комплексных франшизах вроде условного вархаммера и как результат среди сообщений которые вы собственно видите на слайде которые оставляют игроки на форумах социальных сетях появляются часто какого рода разочарован разочарованы отзывы в духе я играю только на английском чтобы улавливать именно те смыслы что вложили разработчики вот даже если исходный язык игры на самом деле не английские какой-нибудь 3 вот например японский но справедливости ради касается это зачастую серьезных игр с тяжелористым нарративом и истории в какой-то мере такие жалобы связаны с тягой людей к буквализму мне доводилось встречать претензии к обычным переводческим приемом вроде синонимического перевода именно вот к самим самому этому приему под предлогом неуважения к автору типа ты не можешь достаточно далеко отходить это слишком вольт эти претензии отчасти можно понять потому что промахи официальной локализации действительно нередки и известны отмечены фанатами много раз и это можно найти в интернете прям целыми списками или видео и неудивительно что в такой ситуации особенно не равнодушные фанаты решают что кроме них никто не сделает лучше и они отправляются в фанатскую локализацию чтобы сделать все хорошо и правильно с другой стороны люди в профессиональной локализации часто относятся к любителям как дилетантам которые склонны вот придираться к ничего не значим мелочам или к тому что по сути баг они фу фича а не баг вот как раз таки к тему к тому что я уже сказал и отношение еще есть такое как к людям не владеющим языком на достаточном уровне самый то есть любопытный момент здесь том что в вину им ставятся не огрехи в понимании тонкости языка оригинала или там допустим с лирической терминологии потому что на этом лодок и профессиональных локализаторов естественно главная претензия к фанатам это именно базовое владение языком перевода естественность речи и знакомство с переводческой традицией ошибки которые у переводчиков в индустрии отлавливаются системно и внедряются в разного рода работы над ошибками и проверки качества в фанатских условиях отслеживать и осознавать зачастую некому именно этому вот например посвящена часть юмористической зарисовки которую я нашел на сайте форуме группы переводчиков любителей которая опубликована там еще в 2009 году они обсуждают фанатский перевод красной шапочки и здесь можно найти такие забавные формулировки что а как называть главную героиню little red reading hood а может перевести имя-то говорящее вот тут скрипте написано не так может быть назовем маленький красный капюшон а кто-то после этого еще предъявляет претензию что town musicians нужно оставлять town musicians а не бременскими музыкантами вот вторая половина уже про обсуждение бабушки потому что бабушка якобы не звучит а бабка это грубовато поэтому нужно оставить grand mother ну а дальше вот как раз таки это самое вышучивание недостаточного владения языком оригинал дальше идет потому что doom ведет себя который называется еще к тому же достаточно невольным переводом это конечно забавно за претензиями как это обычно бывает каждый из сторон закрывает глаза на то как другая сторона вообще в принципе строить свою работу чем руководствуется в каких обстоятельствах существует иначе между ними было бы гораздо больше понимания о том что я уже успел сказать конечно есть какая-то доля вот претензий к любительской локализации меня как человека из профессиональной среды но я стараюсь это обуздать и если уж критиковать только по делу и мой посыл вот возвращаясь к представлению антона в первую очередь в том что и фанаты и профессионалы в том числе не только профессионалы локализаторы но и разработчики могут понять друг друга и найти точки соприкосновения научиться чему-то новому я рассмотрю это немножко такой технической точки зрения вопросах построения процессов локализации так что готовьтесь и я начну с небольшой исторической справки история профессиональной локализации можно разделить на несколько этапов хотя границы их размыты накладываются друг на друга это пиратская локализация это традиционная лицензионная локализация и это современная лицензионная локализация пиратская локализация эпохи дисков появилась первой задолго до того как иностранные издатели пришли в русскоговорящие страны на официальном уровне и игроки уже хотели играть спрос породил предложение и уже много раз сказано что среди пиратских локализаций и совершенно ужасные продукты которые делались на коленке за два дня лишь бы скорее выпустить и делались довольно приличные переводы ошибки в которых даже исправлялись обновлениями то есть самая известная пиратская контора россии фаргус выпускала диски со своими авторанами и прямо из этого авторана можно было перейти на их сайт тогда патчи весили совсем немного в сравнении со временной ситуацией и их можно было скачать даже с тем еще диалатным модемом и установить в игру что-то даже исправлялось ни о каком взаимодействии с разработчиками пиратов естественно речи не шло они полагались исключительно на собственные силы на технические навыки при разборе и встраивании файлов обратно в игру на интуицию на опыт либо на работу машинного перевода если мы говорим об этой специфической так сказать истории истории локализации ну и как результат получалось масса технических проблем и ошибок текста даже при ответственном пираты ни от кого не зависели они не обязаны были следовать как сейчас это не указание маркетингового отдела издателей не документации не глоссарием которые предоставляют обычно право обзыватели франшиз и результат это ставшие легендарными адаптированные названия которые вполне себе известны или их бесчисленные подражатели из мемов при этом даже среди с любовью сделанных переводов встречались огрехи по части единообразия правописания конечно технических вопросов ну прошу дебры машинного перевода говорить нечего при этом за низким качеством перевода стояла жесточайшая конкуренция пиратских команд по срокам сделать большую игру максимум за неделю было непростым делом даже при максимальном упоре на скорость ущерб качеству а тот к тому это удавалось получал до 80 процентов всех продаж эта оценка к сожалению подкреплена каким-то особым исследованием это скорее личная оценка человека который был связан с индустрией в те времена но у меня нет особых оснований не доверять ему потому что это вполне себе звучит правдоподобно итак следующий этап это традиционная локализация первые официальные локализации в россии появились на рубеже веков и с технической точки зрения процесс не сильно отличался пиратов работа шла обособленно локализаторы получали материалы и требования подготовленные издателем сборку игры материалы для референса взаимодействие с разработчиками было разным тесным активным в некоторых случаях довольно бесполезным при этом студии локализации чаще всего работали на российского издателя который купил права на распространение игры и это был дополнительный контроль качества и содержимого вообще контента локализованной версии игры именно участием российских издателей и их ценовой политик объяснялось то что игры стали локализовать гораздо скрупулезнее с одной стороны плохие переводы вызывали бы только покупателей к пиратам с другой стороны издание игры на оригинальном языке или по традиционной пиратской схеме русская английская версия в одной коробке могло потенциально вызвать скупку более дешевых игр в россии для перепродажи в странах с гораздо менее демократичными ценами на игры к той эпохе например относится культовой экранизации локализация варкрафта 3 отдельные элементы которые вроде жизни за нарзула и нужно построить зиккорат давно уже ушли в народ и стали какой-то частью фольклора в основном конечно интернетского но и не только при этом с языковой точки зрения перевод тот отличался чудовищной долей от седятины которую blizzard не сохранили ни в каком виде когда уже начали контролировать локализацию world of warcraft внутренним отделом именно этот процесс я раньше и назвал традиционной локализации в руках студии локализации и российского издателя находилась не только масса материалов по игре и поддержка разработчиков весь процесс был сконцентрирован вот в одной плоскости и работа инженеров по локализации которые подготавливали материалы для работы и перевод и редактура финальных текстов и тестирование естественно все это было сконцентрировано вот на одной стороне компании которые работают по канонам традиционной локализации они существуют до сих пор но обстоятельства не дают сомневаться в том что этот процесс просто процесс долгого умирания вот я думаю наш современный к вид на эпоха уже ставит еще дополнительную точку в этом в этом этапе и эти обстоятельства которых я сказал они начали складываться в конце нулевых и они таковы достаточно интернет соединения и стандарты кибербезопасности которые позволили бы студиям локализации разработчикам постоянно находиться на связи и вести общий рабочий процесс они просто существовать ситуации полного аутсорса определенный этап развития технических средств кат-систем средств автоматической проверки веб-сервисов для обработки багов и так далее и конечно развитие цифровой дистрибуции на всех платформах как для компьютерных игр так и консолей и мобильных устройств в 2007 году первая часть assassin's creed от юбисофт утекла в интернет до релиза это произошло и на стороне юбисофт с английской версии игры из русской версии на стороне издателя а келлы вот именно это стало таким водоразделом и серьезным ударом по индустрии традиционной локализации потому что тесным взаимодействие с переводчиками и ответы на вопросы оно стало вопросом не только технической возможности но и безопасности передавать саму игру стало просто небезопасно ну как бы это было небезопасно и до того естественно но это показало крупным издателям насколько это действительно небезопасно современный же формат работы локализационной индустрии он заметно уже отличается от традиционного работа инженеров по локализации в значительной степени уходит на сторону разработчиков или издателей физической дистрибуции мало работы с платформе цифрового распространения это дело исключительно разработчика или издателя очень редко регионального издателя как раньше второе это активное использование кат прочих систем автоматизации последние годы есть попытки подключить процесс машинный перевод с постредактурой качество этого оставим для другого обсуждения это уже отдельный вопрос третье это то что работы приходится с текстом и справочными материалами они самой игрой и для такого процесса где переводчик работает с текстом характерно множество слоев управления это и менеджмент студии локализации это и зачастую менеджмент студии посредника и менеджер по локализации на стороне издателя или разработчика маркетинговые отдел контроль качества то есть очень много разных людей которые так или иначе подвязаны на эти процессы в таком процессе много этапов работы и весь текст чаще всего развивается на составные части которыми работают отдельные течение длительного времени тестирование перевод в давляющем большинстве случаев отделены друг от друга и делаются разными командами и мелкие этапы работы бывают сильно ограниченного времени а проблема дедлайна нарисовать не над проектом целом а над его отдельными частями поскольку она интегрирована в процесс непосредственно разработки на этом целом все о профессиональной локализации мы переходим к фанатской фанатская само собой существовала параллельно всему этому во всем своем огромном многообразии и справовая точка зрения она конечно не только наиболее близка к операции локализации но и по сути таковой является потому что лицензионные соглашения не допускают не авторизованной декомпозиции файлов если на развитие официальной локализации как вы поняли рассказа активно влиял рынок и внешние обстоятельства то с фанатской локализации все проще в основе своей она осталась на уровне первых пиратских локализаций ну за вычетом естественно машинного перевода это декомпозиция файлов это перевод группы энтузиастов которые равноправны между собой это встраивание готового перевода и тестирования все той же узкой группы энтузиастов это публикация этот файл обменниках в соцсетях и на форумах а в последнее время также есть еще некоторые золотекущие дискуссии монетизации всего этого связанные с тем что некоторые команды работают за донат но это тоже пожалуй выходит за пределы моего нынешнего рассказа фанаты часто никак не связаны с переводской индустрией они просто любят игру или вселенную хотят внести свой вклад в ее появление на русском языке поэтому машинный перевод так не актуален для фанатов небольшой статистический факт в steam которая пока все еще крупнейшая глава на платформа на русский язык переведено только 26 процентов эго то есть поле не паха максимально поэтому неудивительно что технические новости переводческой индустрии фанатами обычно не используются они сложны в освоении они тяжеловесные не направлены на коммерческое использование и естественно платные либо люди не находясь внутри индустрии просто не знают о них или не знаю за что ухватиться в первую очередь полноценные решения для перевода иногда используются фанатами в связке с инди-разработчиками но допустим мемаку который является основным все-таки катом используется в игровой индустрии думаю если фанат который никогда до этого не видел катов его увидят то он будет скорее всего в лучшем случае потеряется он конечно может пошерстить документацию и найти что-то для себя но это все-таки программа с достаточно высоким порогом вхождения иногда инди-разработчик может прибегнуть к краудсорсингу перевода как это было например с игрой the curious expedition который переводили в краудин гораздо более дружелюбен к чему-то начинающим пользователям и соответственно у него веб-интерфейс которому можно подключить много людей и в общем здесь все зависит конкретного разработчика от его решений от того как он хочет строить всю работу но в основном на русскоязычном пространстве одним из самых популярных решений для перевода остается сервис на tabinoid который ушел в тень после претензий правовладателя уже практически 10 лет назад но до сих пор сверет и пахнет вот туда можно попасть если кто-то из уже зарегистрированных на этом сайте переводчиков отправит вам инвайт последние годы еще ответили с расцветом фанатской озвучки причина в очевидном удешевлении техники и опять же в развитии интернета большая часть участников таких любительских студии звукозаписи участвует не только в играх но и фанатской озвучки фильмов сериалов аниме при этом уровень навыков у них огромен в своем разбросе но для фанатской озвучки в отличие от профессиональной озвучки характерно большая гибкость процесса так как их работа никак не завязана на разработчиков и на профессиональные студии звукозаписи том же что касается текста студия звукозаписи может выступать как авторами перевода если она взаимодействует ну как бы если она непосредственно зовет себя переводчиков и все это делается в комплексе либо озвучивать готовый перевод другой фанатской команды либо даже перевод официальных локализаторов кто-то занимается этим из личного энтузиазма кто-то рассматривается как этап пути профессиональной карьере в отличие от переводов озвучки таких людей гораздо больше потому что озвучка гораздо более трудоемкая чем перевод по крайней мере с точки зрения начинающего переводчика которому кажется что научен если переводить вот я что-то знаю я сел начал делать перевод с озвучкой уже так не пойдет потому что нужно как минимум приобретись приобрести себе хороший микрофон как минимум сконтактировать с какими-то командами пройти какое-то тестовое задание и так несмотря на все различия у профессионалов и любителей есть типовые ресурсы на которых они строят свой рабочий процесс и сейчас я хочу и сравнить собственно эти ресурсы это как раз таки то что вы сейчас видите на слайде это профессиональные навыки инструментарии человеческие ресурсы и так далее и тому подобное первым аспектом конечно будут профессиональные навыки которые у профессионалов подтверждаются опытом тестовыми заданиями взаимодействием на реальных проектах есть слабые сильные стороны зачастую они известны коллегам принимая своими во внимание у любителей уровень может быть любым от нулевого до достаточно приличного сработавшихся командных которые объединены общей целью сильные могут подтягивать слабых стабильно высокий уровень всегда даст в командах потому что на них в общем-то строится самое начало как бы вот этот самый порог схожения в работу потому что кто не технарь достанет и приведет их в удобоваримый вид на котором можно будет уже перейти собственно к переводу хорошие переводчики же если они способны применить себя в коммерческом переводе до фанатских переводов не часто добираются по вполне понятным причинам второй момент это инструментарий у профессионалов это специализированное коммерческое полу это памяти перевода в базы терминов автоматические проверки зачастую самописные инструменты для работы с файлами для финансового учета который не актуален для фанатов и инструменты менеджмента проекта у любителей что касается переводов инструментарий обычно прост без памяти перевода и баз терминов требуется очень много ручной работы редактора поэтому какие-то моменты автоматизации фанаты могут силу своего кругозора или участие допустим в коммерческих проектах вводить но если ручной работы остается много и регулярная перепроверка и внесение правок могут растягиваться в таком случае надолго следующий этап человеческие ресурсы у коммерческих компаний есть круг переводчиков которые работают на всех проектах компании он время от времени расширяется том числе под конкретные проекты но не всегда есть возможность в условиях ограниченного времени и у клиента и у переводчика подключить идеальную кандидатуру которая подошла бы именно этому проекту особенно когда переводчиков и редакторов требуется целая команда результат это известные перечисленные промахи по части языковых терминологических сюжетных тонкостей связанных с миром игры или так далее у фанатов ресурс жестко ограничены но все участники как правило заинтересованы в проекте и знакомы с ним возможно вливание свежей крови но из-за необходимости тратить лишнее время мало кто приживается никто никого специально не ищет помогают форумы и социальные сети следующий этап это стандарты работы профессионалы находясь в рамках переводческой индустрии уделяют большое внимание следованию переводческой традиции типографской традиции естественности языка важны вопросы авторских прав по возможности принимается внимание мнение сообщества это объединяет редакторов и менеджеров но в случае с каждым конкретным проектом стандартные работы конечно разнятся в случае с любителями команда подбирается под конкретный проект и стандарты вырабатываются под него в зависимости от взглядов участников для фанатов вне зависимости от их переводческих способностей характерно повышенная идейность которая связана с их видением и пониманием игры то есть этот термин нужно переводить именно так они иначе ни в коем случае не так мы выступаем за обязательно использование буквы йо например это тоже довольно частая тема база знаний следующий ресурс база знаний у профессионалов объединяет в себе все материалы которые они получают от разработчиков это описание игры и документация сама игра требования клиента и руководство практики которые выработаны в рамках команды любители же зачастую работать на дудже вышедший игрой могут записывать непосредственно с ней то есть у них база знаний более пассивно но тоже время более широка это выручает их от человеческого фактора то есть когда коммерческой команде например переводчик забывает задать вопрос который стоило бы задать команды любительских артелей могут взаимодействовать между собой и обмениваться общими важными знаниями вот например я привожу пример вики ксентакс которая рассказывает о разных форматах файлов и способах их декомпозиции следующий ресурс не ресурс это этапность дробления работы на этапы для профессионалов характерно гибкое значение гибкости разработки то есть и джайлы вот это вот все работа с материалами которые приходят по мере разработки новые материалы могут проливать свет на что-то ранее неоднозначное в условиях сжатых сроков и более или менее большой команды человеческий фактор здесь может тоже сыграть свою негативную роль и все это в том числе зависит качество менеджмента причем на всех уровнях от менеджмента на стране разработчиков до команды переводчиков или тестеров у фанатов все проще с точки зрения методологии работы вся локализация это один большой этап который полностью контролируется я не встречал не то чтобы я конечно наблюдал всех все фанатские команды работой вот но в основном технари которые участвуют этих командах конечно могут предложить какие-то способы иной структурированной иной структуры процесса но в основном это достаточно стандартное восприятие всего проекта как какого-то одного большого этапа контроль качества тоже можно назвать ресурсом и тестирование в профессиональной локализации это едва ли самый важный процесс если учитывать хронический недостаток контекста у переводчиков и зачастую но проблема зачастую в том что он выполняется другой командой который у команды переводчиков может не быть связи по крайней мере прямой в индустрии это один из самых слабых моментов потому что подходы переводчиков и тестировщиков в принципе заметно отличаются то есть переводчики как бы мне не очень нравится это клише но будем так говорить что переводчики нас гуманитария тестировщики технари вот и из-за этой разницы у них может возникнуть какое-то большое количество несогласий которые нужно урегулировать кому-то из менеджмента менеджер в свою очередь будучи арбитром менеджер-посредник может тоже допустить ошибку потому что не всегда он является носителем целевого языка опять же в этой части то что работает у фанатов работает лучше чем профессиональной среде потому что это но не то чтобы прям лучше как система скорее в силу того что это просто более простое и более надежное решение любители в случае с любителями контроль качества осуществляется теми же людьми и под контролем тех же людей это может быть не слишком хорошо организовано но не включает себя к большое количество уровней контроля и не требует сложной системы коммуникации дедлайны у профессионалов они могут быть жесткими и сжатыми а могут быть адекватными чаще адекватными но не всегда учитывать потребности команды вроде ознакомления с материалами или поддержания коммуникации дедлайны в том числе в профессиональной среде могут накладываться друг на друга на нескольких проектах у любителей же для новых игр может быть поторапливание со стороны сообщества но в целом спешки нет наконец воля к работе мотивации у профессионалов как и в обычной работе заинтересована команда на интересных проектах и довольно нейтрально на обычных проектах в силу того что я говорил о подборе человеческих ресурсов на проекте может оказаться не слишком заинтересован в игре переводчик что может сказать но это конечно не значит что переводчик поступает откровенно непрофессионально просто даже хороший игровой опыт и переводческие умения не гарантируют того что переводчик в нужный момент задумается о том о чем стоит задуматься это банальный человеческий фактор который в том числе часто усиливается недостатком референса фанаты же тратят на проект свое личное время и зачастую заинтересованы результате кпд их способностей высок в то же время жизнь может вмешиваться проект вносить свои коррективы в гораздо большей степени чем у переводчиков профессионалов взаимодействие с разработчиками важный ресурс у профессионалов потому что у профессионалов он может двигаться от активного и тесного когда заинтересованный участник команды клиента контролирует процесс и удовлетворяет нужной командой локализации до нулевого у любителей по понятным причинам это почти всегда нулевой в условиях общедоступности референса это впрочем не всегда критично взаимодействие с сообществом у профессионалов оно редкое случае с комплексными франшизами и мнение сообщества может приниматься во внимание особенно если кто-то из участников сообщества находится внутри команды но есть особенно у менеджмента понимание что всегда кто-то будет недоволен возвращаясь к нашему обсуждению самом начале когда фанаты выступают против того что им не нравится довольно жестко и активно у любителей взаимодействие с сообществом в норме активно их работа обычно освещается в интернете собирает отзывы других игроков успешно завершенные оцененные проекты часто ведут к росту команд и увеличение их послужного списка в качестве вот примеров которые близки лично мне это сообщество сообщество аркейн кост которая занимается и ролевыми играми серебряного века то есть конца 90-х начала нулевых вроде игорода инфинити энджин или условных арканов фоллаутов либо так называемый бюро переводов games ru ребята которые интересуются старыми играми и в том числе занимаются их лотализации в случае с теми играми которые не переводились на русский буквально никогда если особенно речь идет о каких-то играх которые вышли не то что 90 а даже в 80 и наконец еще один ресурс это оценка работы у профессионалов оценка идет как со стороны сообщества так и со стороны клиента при этом условия работы если они были сложными если это были сжатые над войны если это было если здесь были проблемы с коммуникациями результат даже если он средний может быть принят клиентом хорошо у фанатов все оценивается исключительно сообщества при этом у профессионалов вот про что я забыл сказать к сожалению это то что для сообщества то что происходило на стороне профессиональной локализации зачастую вообще никогда не доходит потому что потому что многочисленные энда эти договоры неразглашений заключаются практически со всеми профессиональными локализаторами и очень важное отличие работы потому что студия скована договорами и не практически ничего не может рассказать о конкретных проектах конкретных клиентов а вот с фанатами все гораздо проще я в качестве наглядного кейса хочу рассказать о любительской команде в тим которая работала над dream fall chapters которая эпизодами книгами выходила в четырнадцатом шестнадцатом годах от многих фанатских проектов ребят работу отличает не только хорошее качество перевода но и довольно редкое явление официальное признание разработчиками в 18 году когда в на всех платформах вышла режиссерская версия dream fall chapters the final cut их труд стал доступен игрокам в steam а вот еще когда я готовился к выступлению здесь узнал что буквально месяц назад или даже меньше фанатская студия озвучивания cool games выпустила по их работе русскую озвучку сожалению я вот им написал чтобы узнать как у них было с этим но видимо мое сообщение потерялось и мне не ответили немножко про саму игру dream fall chapters это третья часть серии квестов которые начались девяносто девятом году классическим point and click квестом long journey от компании funcom шестом году вышел сиквел dream fall the long journey а вот третью часть разрабатывала новая команда которую создал создатель первых двух частей ragnar thornfest если первые две части были локализованы для российского рынка еще в эпоху традиционной локализации компании snowball а вот dream fall chapters отколовшись от крупного издателя не стала заказывать русскую локализацию точнее просто не набрала на нее денег на краудфандинге но русскоязычное общество вокруг вокруг игры оказалось достаточно активным и занялась переводом самостоятельно костяк команды сложился уже у ребят уже на первой книге вот они рассказали мне собственно о том как это у них прошло оттуда же взятой название команды в честь робота одержимого сваркой который вы можете видеть на картинке 9 человек все из которых занимались переводом оставались на проекте до самого конца и в контакте и на форуме русификаторов они оставили темы о переводе через которую в команду могли перейти новые люди но эффективно это сработало только с одним человеком который пришел на второй книге в команду переводе же первой книги участвовало еще несколько человек которые не ходили в основной состав но процент их работы не превысил 10 процентов подробнее о том что у них было техническими средствами были на tabinoid и google таблицы для переводов поскольку в игре очень много разговоров и большая часть текста и субтитры то они использовали программу для редактирования субтитров subtitle edit и для финальной редактуры для укладки этих субтитров чтобы это выглядело наиболее хорошо они рассматривали применение кат систем но отказались из-за малого количества повторов в игре большую часть занимают диалоги и как бы в диалогах особо повторов нет в тестировании они использовали закрытую вконтакте куда выкладывали видеозаписи а затем на их основе составляли отчеты об ошибках помощи стороны сообщества было но ее доля была не очень значительно они составляли базу знаний это было небольшое руководство по стилю который регламентировал использование ее обращение между персонажами и минимизацию ругательств это было их такое достаточно больное решение потому что они не хотели делать выводы о уровне агрессии на основе только того что видят в игре потому что сценарист мог вкладывать по это совсем другой уровень агрессии нежели они могли расценить в команде они приняли системную критику друг 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 друга но на конструктивном уровне об этом они говорили еще в публичных темах называя умение принимать критику одним из условий присоединения команде при этом значительной степени они строили процесс так чтобы максимально избежать токсичности конфликтов что в добровольной работе вполне понятно они также занимались текстурами чем обычно не занимаются профессиональной локализации и использовали это том числе в работе с текстами то есть допустим если у нас есть какой-то локализуемая текстура какое-то название магазина условно в игре которое игрок видит именно как объект то в случае там допустим если название не влезает на вывеску это название нужно изменить и в тексте таким образом графическая задача которая обычно не попадает в поле зрения профессиональных локализаторов накладывала еще какие-то ограничения и влияла на тексты в их случае работа у них шла довольно плотно и не сильно растягивалась во времени после выхода каждой очередной книги эпизода на нее уходило около полутора месяцев и с моей точки зрения это очень важный момент потому что если они были они были максимально мотивированы самом начале поскольку они успевали это сделать быстро мне кажется этим и значительной степени обусловлен их успех потому что затягивание добровольной работы она конечно может сказаться негативное и привести к тому что никакая работа не будет завершена вообще добровольная работа имеет большую тенденцию попадать в производственный ад когда в какой-то момент они связались с разработчиками чтобы давать свой перевод и но общение с разработчиками было довольно простым они написали в переводе на форуме связались с ними личные передали материалы никаких коммерческих договоренностей у них не было трудность тоже команда у них набиралась под конкретный проект но в том же составе другими играми не занималась они частично действовали на другом проекте но в основном компания дальнейших только вносила правки локализацию локализацию четверс и полировала период мне было очень приятно играть четверс на русском я люблю саму серию я играл в нее еще когда был совсем ребенком с первых частей и и ребята очень системно подошли к процессу как бы мы могли понять потому что я рассказал при ряде при ряде отличий многое в их рабочем процессе было построено очень похоже на профессиональный подход и вместе с увлеченностью проектом и в том что они не затягивали это дело это дало хороший результат на этом я буду подводить итог вспоминаю проекты профессиональной локализации которых не довелось участвовать я хочу отметить что именно сочетание хорошо построенного процесса и воли сделать хорошую локализацию на всех этапах и порождает качественный готовый продукт у фанатов традиционно нет особых проблем с мотивации и увлеченностью но есть недостаточно правильное понимание процессов и или владение языками решить эту проблему могло бы и уже решает какое-то народное просвещение спрос на такую информацию ширится коммерческие компании любительские сообщества вроде того же old games про которого я говорил рассказывают о своих достижениях ведут блоги телеграм-каналы instagram аккаунты и так далее если говорить конкретно о левше то вот на следующей неделе мы еще запускаем шестой поток студентов летней школы русского репортера где у нас есть свой учебный курс в рамках мастерской переводы локализации это наш вклад и тенденция такова что информации становится больше а значит и потенциальному любителю куда проще начать свою работу с умом и в дальнейшем перейти в локализацию уже на профессиональной основе в том числе принеся свой фанатский опыт профессиональную среду с другой же стороны профессионалы они остаются в рамках переводческой традиции поддерживают уровень переводов которые делают но нередко оказывается ситуации когда недостаток вовлеченности на каком-то из этапов работы порождает проблемы для всех причастных включая игроков среди этих этапов не только переводчики или менеджеры студии локализации но и сами разработчики которые после перехода индустрии в современную фазу с цифровой дистрибуции и техническими средствами время от времени подают саму соблазну отдать тексты кому-то стороннему и потом просто получить все готовое крупные клиенты почти не бывают столь небрежны но и продукты у них комплекс не сложнее а значит больше вероятности что негативную роль сыграет человеческий фактор именно поэтому и мы и другие компании в индустрии стараемся увеличить информированность всех в цепочке рассказывать о нашей работе повышать вовлеченность процесс конечно жизнь расставляет свои рамки иногда студия локализации перебегает к разработчикам со страшными круглыми глазами и воплями что у нас там кошмар ошибки в переводе а у разработчиков тем временем они пытаются решить проблему с тем что игра вообще не запускается им просто не до того но вот это вот самое повышение вовлеченности привнесение живого общения интереса в игру и в работу с которым у любителей нет проблем всегда играет положительную роль профессиональной локализации и помогает создавать продукты которые нравятся и их участникам и фанатам на этом все спасибо за внимание вот на слайде мои контакты можете задавать вопросы сейчас если у вас они появились или писать мне потом по любому из этих каналов саша большое тебе спасибо за доклад было прям мне кажется мега интересно и круто спасибо что пришел у меня к тебе вот такой один вопрос есть потом если будут давайте еще вопросы из зала а вот ты бы сам какую группу хотел локализовать в качестве ну вот возможно как часть фанатского общества ты имеешь ввиду прямо именно конкретную да ну вот я не знаю вот ты проснулся и подумал я вот например хочу чтобы там последний даже на драгонс я переводил который выпускали возможно то чего нет на русском так 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 но на самом деле когда я об этом задумываюсь во мне включается вот как в самом начале я говорил про вот это фанатское снобство небольшое и несмотря на то что я понимаю как бы как построены процессы я бы скорее взял какую-то из своих любимых игр которые уже официально переведены вот и в рамках такого фанатского процесса допилил бы до хорошего варианта вот каким я его вижу потому что естественно нашей работе очень много места в кусовщине вот и как бы моя вкусовщина наверняка отличается от кусовщины других людей поэтому я бы взял тому ту игру которая уже переведена не знаю условный не знаю если говорить про официальные локализации то какой-нибудь dragon age вот а если официально какой-нибудь арканум потому что я вот уже упоминал про аркейн кост они как раз таки разделяют мой мой вкус к играм и это наверное то в чем я бы хотел поучаствовать вот но у меня еще иногда появляется опасение что если я приду туда с каким-то профессиональным бэкграундом то это может как-то может даже навредить процессу потому что люди говорят пришел тут такой надмозг официальный понаделают всякой фигни а потом думают что типа могут у нас тут чему-то учить но это вопрос коммуникации вообще как бы коммуникация это король всего во всех наверное сферах жизни нашей то в том числе поэтому может быть с помощью коммуникации удастся донести что-то важное сделать что-то классное мне кажется золотые слова мы сегодня все очень хорошо двигаем за коммуникацию ребят коммуницируйте это правильно а если у нас вопросы в зале а бывает а бывает ли так что студия например обращается что студия перевода обращается к студии с предложением перевести игры потому что я например фанат xbox one и никакой русификатор там накрутить я не смогу но обидно что некоторые игры там только на английском языке хотя они есть на русском на пока а но это момент на самом деле завязаны очень сильно на правообладателей то есть допустим издателем у разработчиков может быть перевод который делается на пк вот но на какой-то платформе этого перевода может не быть потому что изданием и распространение вообще дистрибьюции какой-то этой игры на конкретной платформе занимается другая компания у которой свои права на и она допустим не работает с определенным регионом так вот так получилось то есть это вопрос в общем-то право правового характера фанаты могут сделать что-то у меня как бы мне довольно сложно здесь судить потому что я не консольщик я не очень понимаю может как можно добавить на конкретно на их сбоку допустим фанатский перевод можно ли это сделать как-то локально глобальном смысле наверное нужно решать учитель на через правообладателей цепочка которых может быть очень запутанными как раз таки из-за вот этих вот правил распространения я еще добавлю что опять же на иксбокс 360 выходили пиратские версии игр где делали опять же фанатский перевод или переводский поэтому да скорее всего это делать только неофициально накатить условно какую-нибудь дополнительную локализацию там озвучку наверно не получится ну вот как раз таки если вспоминать про dream fall retro games которые сделали они инди студия вот но вполне возможно что когда они издавались с этим своим файл к там консолях они передавали какую-то значительную долю в том числе своей выручки маркетинга на сторону sony и microsoft соответственно и передать фанатский перевод тем же sony и microsoft для них может оказаться как какой-то проблемой в том числе разные с коммуникациями то есть контактирую с каким-нибудь своим маркетинговым менеджером он не знает куда идти дальше он может быть просто загружен или что-то не пойдет не так и это тоже опять-таки провалится в какую-то довольно сложную вещь то есть здесь проблема в том что все вот наши текущие экосистемы в которых мы существуем они очень разные у них у всех разные правила использования это очень много разных людей много разных уровней управления и между ними хорошие идеи и стоило бы сделать могут потеряться спасибо если еще вопроса подскажите а насколько вообще нормально практик вот нанимаете при переводе за игр фильмов сериалов как-то консультанта который разбирается во вселенной игр фильмов потому что я знаю такие случаи бывают и вообще насколько в этом есть смысл консультанта целом в целом мы допустим в своей работе стараемся при возможности подключать в качестве одного из переводчиков человека который знает конкретную вселенную конкретно разбирается в этом или если допустим это какая-то специфическая тема вроде оружия или там какой-то ну вот допустим военной тематики самолетов чего-то подобного то можно подключить какого-то человека который этим интересуется и делает это а иногда такой запрос приходит прям от клиента вот но тут вопрос опять таки в том что не всегда такие люди находятся под рукой то есть не всегда это получается сделать вот но да как бы если такая возможность есть никто пренебрегать и естественно не будет у фанатов в этом плане обычно конечно лучше потому что они сами себе subject matter эксперты и сами все сделают как надо если знают какие-то детали вот надеюсь саша смог ответить на вопрос так еще вопросики тогда саша большое тебе спасибо что пришел это было замечательно потому что мы сегодня посмотрели совершенно локализацию разных граней все аплодисменты для тебя я надеюсь ты их слышишь спасибо что я не знаю 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 Продолжение следует...